На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Никита Чебекин и в начале коротко о главных событиях предновогодней пятницы. Ответственный подход. Наркологи, травматологи и хирурги посоветовали, как провести праздник, чтобы не пришлось ни о чем жалеть. Куда сходить? Актуальная информация о том, какие мероприятия будут проводиться для нефтьюганцев с 31 по 9 января. Ракеты в небо. Как обезопасить себя при запуске новогоднего салюта, рассказали пожарные. В канун Нового года в Нефтьюганске сформировался молодежный совет при главе города. Представители нового органа собираются заниматься решением проблем, характерных для этой возрастной группы. Выявить проблемы молодого поколения, попробовать их решить и наладить взаимоотношения с местной властью. Такие задачи поставлены перед активистами. Похоже, орган ранее уже существовал. Это молодежный парламент при думе пятого созыва. Теперь будет совет и уже при главе города. Ну, надеюсь, что ребята молодые, креативные, умные все, желающие работать. Я думаю, что от нас зависит только им обеспечить возможность реализоваться, а все остальное зависит от них. Первое заседание больше официальное. Задач несколько – избрать председателя, его заместителя и секретаря молодежного совета. Большинством голосов председателем стал Юрий Выгузов. Молодой человек имеет навыки управленца и полон идей. Первое, с чего начнет руководитель, сплотит коллектив. После активисты приступят к своим задачам. У нас на самом деле у всего совета люди очень идейные. То есть у них у каждого есть идея. Сейчас мы после Нового года будем собираться, все это дело мы структурируем. И я думаю, что в следующий год он будет очень продуктивный. У нас работа будет, я думаю, вы заметите, молодежь нашего города. Кроме того, Совет должен представлять интересы нефтьюганской молодежи на региональном уровне. Делегата в окружную столицу также выбрали на первом заседании. Кристина Кочерова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». А ветераны Великой Отечественной и труженики тыла накануне получили поздравления с Новым годом. Подробности у Светланы Леоновой. На плите у Нины Милентьевны Андросовой варится холодец к Новому году. На столе угощение для дорогих гостей. Председатель общества ветеранов по 9-му микрорайону Надежда Леонтьева вместе с депутатом городской думы Андреем Белоконим и меценатом Гахроманом Мамедовым проведывают тружеников тыла и участников Великой Отечественной войны. В гости пришли не с пустыми руками. Дорогая Нина Милентьевна, мы пришли поздравить вас с наступающим 2017 годом. Дай вам Бог здоровья и долгих-долгих лет жизни. Радуйте своих близких и нас. В Нефтьюганске Нина Андросова проживает с 1968 года. Всю жизнь проработала на одном предприятии – в НГДУ «Юганскнефтегаз». Вырастила двоих дочерей, сейчас радуется внукам, правнукам и своей счастливой, комфортной жизни. Я очень рада. Андрюшечку я знаю. Спасибо. И вам всем спасибо. Пришли наведомления. Я так рада. До слез, но уже плакать не буду. Недавно с помощью соцзащиты и округа сделали ремонт в кухне большой комнате. Сегодня поздравили с наступающим праздником, говорит Нина Милентьевна. Так что есть чему порадоваться. Они сидят в четырех стенах. Дети работают, внуки работают. Где-то они редко так соприкасаются. Им хочется пообщаться. Мы хотели людям заставить радость. В следующем году Просковье Андреевне Плаксина исполнится 87 лет. Просковья Андреевна помнит Нефтьюганск, когда он еще и городом-то не был. Приехала она сюда в 1963 году из Ивано-Франковска. Да так тут и осталось. Одиночество Просковье Андреевне не грозит. Ведь и дочери, и председатель Совета ветеранов по 9 микрорайонам, и депутат городской дума Андрей Белоконь не оставляют без внимания своих подопечных. Я своих бабушек и дедушек, своих ветеранов в 8 и в 9 микрорайонах знаю не только по фамилиям, именам и отчествам, но и в лицо. Каждого знаю и перед каждым большим праздником, тем более уж перед Новым годом, мы всегда проходим с советом ветеранов, с нашими меценатами. Проходим и поздравляем всех ветеранов. Хочу поздравить всех жителей нашего города с наступающим 2017 Новым годом. Я очень надеюсь, что следующий год будет счастливее и успешнее и лучше, чем год уходящий. Но это будет зависеть только от нас самих. Я больше 10 лет знаю Андрея Александровича. И по его просьбам помогаем, доброе дело сделаем для жителей Нефтуганцева. И всех нефтуганцам поздравляю с наступающим Новым годом, желаю всех здоровья и терпения. Что нужно пожилым людям? Вроде бы немного. Тепло, внимание, забота. А еще нужны такие вот беспокойные и неравнодушные сердца. Светлана Леонова, Денис Ячменев, телерадиокомпания «Юганск». Добоя курантов осталось совсем немного. Многие хозяйки уже начали готовиться к главному семейному празднику. Оригинальные салаты и закуски приветствуются. А вот первопроходцы Нефтьюганска считают, нет ничего лучше традиционного холодца и классического оливье. В следующем году городу исполняется 50, и старожилы встречают праздник с особым чувством. Ну, это был самый счастливый праздник. Действительно, готовилась вся семья. Слепить тысячу пельменей, сварить холодец и уже тогда со спокойной душой приступать к оливье. Половина ингредиентов были в дефиците. Так что самым популярным мужчиной перед Новым годом был Александр Васильевич. Я работал на флоте, мы ходили в Тюмень. А у нас снабжение было только через Тюмень. И вот я туда приезжал, набирал колбасы и привозил всем знакомым. Лучшая приправа к оливье – новогоднее настроение. Но и майонез. Приличные хозяйки ночами сами готовили соус. Макла подполнение, хорошее яйцо. Горчица. Горчица. Вот это все постепенно по порядку вбивает. Чтобы не переборщить ничего, хороший майонез получал. Самый лучший майонез – это натуральная сметана. А вот ковно вылезть. Где мы этим майонезом еще делали? Ваши годы прямо майонез был. Конечно. Я в деревне родилась. У нас самое лучшее – винегрет и плюс холодец. На Новый год все ходили друг к другу в гости. У Сахиеза Киевны было две заманухи – муж гармонист и много мяса. Я, между прочим, из татарской семьи. Сама я настоящая татарка. У нас котировался только бележ. Мясо кусками, гуся. Баранина была в море. Канина всегда была на столе. Все, зеленка пошла. Оливье готово, но первопроходцы так скромно не празднуют. Гостей все прибавляется и все не с пустыми руками. Это королевский винегрет. У меня добавляются лисички, посоль и орехи. В холоде наше татаркнонное блюдо. Все правильно. А вот туда поставьте его. Вишня, клюква и, знаете, основа яблоки для мужа называется. Это такие варенья. Ну и святое дело мандаринчики. В Свердловск летали. Секрет говорю. По самозаданию оформляли Ан-2. Кукурузник. Самолет. Это три часа. Он летит до Свердловска с нашего райцентра. Заказывали. Вообще привозили полностью. Загружали этим шампански. Чтобы в каждую семью хотя бы по бутылочке было. В следующем году нефтьюганску 50. Для первопроходцев этот Новый год особенно важен. Но встретят его без всякой оригинальности. Как обычно. Тепло, с душой и дружно. С Новым годом! С Новым годом! Наталья Платонова, Денис Ичменев, телерадиокомпания «Юганск». После того, как куранты начнут свой праздничный отчет, небо нефтьюганска начнет разрываться от многочисленных ярких взрывов пиротехники. Бомбочки, петарды, фонтаны и свечи – все идет в ход. К тому же очень часто жители используют мощные салюты, к запуску которых предъявляются особые требования. О том, как обезопасить себя и окружающих при подрыве, узнаете из следующего сюжета. И выбор их огромен. Они различаются по цене, по количеству залпов и по калибру. Удобно, что обычно в павильонах предоставляют возможность увидеть, как будет выглядеть эффектный запуск. Кроме того, продавец в обязательном порядке информирует о правилах безопасности. Мы предупреждаем о том, чтобы внимательно ознакомливались с инструкцией по безопасности. На каждой упаковке написаны правила пользования прибором. Нарисовано, как это все делается, где находится фитиль для поджога, для запуска салюта. И еще, покупая необходимый салют, не поленитесь проверить в магазине сертификат на пиротехнику. Изделия должны выглядеть опрятно. Любые дефекты могут являться поводом для настороженности. На упаковке обязана присутствовать инструкция на русском. Боевой снаряд мы приобрели, и теперь дело за малым. Осталось найти место, где можно безопасно запустить батарею салютов под тщательным присмотром пожарных. Разумеется, нет никакого смысла запускать салют при дневном свете. Поэтому мы дождались вечера и прибыли на территорию, которую одобрили пожарные. Набережная в этом смысле почти идеальный вариант. Пустырная площадка должна быть свободной, как здесь видно. Расстояние до ближайших зданий, строений должна быть 25 метров. Снаряд закуплен, площадка выбрана. Осталось лишь разместить нашу скромную батарею салютов должным образом. Ставим снаряд на ровную поверхность, немного утапливаем в снегу, чтобы пиротехническое изделие не перевернулось. Отрываем крышку, освобождаем и расправляем фитиль. Поджигаем, не наклоняясь, расстояние вытянутой руки и покидаем опасную зону. На 30 метров вокруг никого быть не должно. Но бытует мнение, что взрыв на фоне все делает круче, и наш сюжет в этом смысле не исключение. Дорогие телезрители, мы хотим попросить вас о последней просьбе в этом году. Пожалуйста, отнеситесь ответственно к празднованию Нового года, и тогда эту ночь ничто не омрачит. Новый год без последствий. В праздничные дни у местных докторов работы прибавляются. Резко возрастает количество пациентов в отделениях травматологии, хирургии и наркологии. Как отметить праздники и не попасть на больничную койку, расскажет наш корреспондент. Сначала весело, а потом очень грустно. Обильная еда может привести не только на больничную койку, но и на операционный стол. В хирургии каждый год наблюдают пациентов с холециститами, обострением желчекаменной болезни и даже панкреонекрозами. Провоцируют все эти болезни роскошный новогодний стол. Пища должна быть однообразной. То есть, если это салат, то он должен быть не из многих компонентов. Вот взять оливье наш, там сколько компонентов. Вот самый вредный салат. По словам хирургов, к проблемам с пищеварительной системой приводят не только погрешности в еде, но и длительная гиподинамия во время каникул. Поэтому врачи советуют почаще вставать из-за стола. Однако двигаться тоже надо с умом. У травматологов в праздничные дни пациентов становится в 3-4 раза больше. Под выпившие нефтьюганцы ломают руки и ноги на горках. Чаще всего не санкционированных, но больше всего пострадавших от пиротехники. Среди травм превалируют ожоги, потом травматические отрывы пальцев, ушибленные раны, травмный глаз. Поэтому это мы наблюдаем ежегодно. Хотелось бы немножко насторожить наших горожан в этом плане. Использовать пиротехнические средства строго по инструкции. Категорически запрещается давать это все в руки детям. А вот у наркологов жаркие дни наступают уже после новогодних каникул. Некоторые горожане так увлекаются алкогольными возлияниями, что вынуждены обращаться к докторам. Но этого вполне можно избежать, если контролировать ситуацию. Вот собралась компания, группа людей. Планировали, к примеру, на стол поставить один или две бутылки алкоголя. И им не хватает. Кто пойдет за добавкой? Это говорит о том, что у них утрачен контроль над количеством принимаемого алкоголя. Что лучше, выпить стопку водки или фужер шампанского, по мнению нарколога, вопрос риторический. Ведь значение имеет не что, а сколько. Безопасными считаются 2-3 дозы спиртного, то есть 2-3 рюмки или бокала. Если легкой интоксикации избежать не удалось, воспользуйтесь традиционными средствами. Побольше пить водички, перенять поливитамины какие-то, витаминные препараты, растительную пищу. Желательно не тяжело не перегружать, и так была поджелудочная железа перегружена. В конце концов, можно принять всем известный аспирин. В любом случае, доктора рекомендуют не заниматься самолечением. Тем более, что в поликлиниках ежедневно будут дежурить специалисты, а стационар работает круглосуточно. Ну и, конечно, не теряйте голову. Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Где покупать игристы? Предновогодний период – благодатное время для продавцов алкогольной продукции. Продажи товара, как и его потребление населением, резко увеличиваются. Часто в погоне за выгодой этим пользуются недобросовестные производители, изготавливая большие объемы поддельного алкоголя. Во избежание отравлений представляем вашему вниманию краткую памятку по определению легальности товара. Перед покупкой крепких напитков стоит попросить у продавца лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Это в том случае, если копия документа не висит в уголке потребителя. Любая торговля спиртным с рук, с доставкой или через интернет-магазин является незаконной. Далее мы приведем несколько признаков поддельного товара. Первое, на что вам следует обратить внимание, это внешний вид бутылки. Этикетка должна быть наклеена ровно, информация об объеме, нанесенная на нее, должна совпадать с реальным объемом тары. Бутылка плотно закрыта. Второе, убедитесь в наличии на товаре акцизных марок. На отечественных бутылках должны быть специальные марки ФСМ, на импортных марки акцизного сбора. Третье, низкая стоимость является одним из самых ключевых признаков подделки. Минимальная стоимость на алкогольную продукцию крепостью свыше 28% установлена приказом Министерства финансов РФ. Цена на водку за 0,5 литра должна составлять не менее 190 рублей, на коньяк – не менее 322. Если товар не соответствует всем вышеописанным правилам, необходимо незамедлительно сообщать в полицию или Роспотребнадзор. Многие сейчас задаются вопросом, чем занять себя и свою семью в празднике. Культурные досуговые учреждения помогут провести выходные интересно и с пользой. Новогодние представления для самых маленьких и взрослых пройдут в Театре кукол «Волшебная флейта», репертуар «Два спектакля», «Самый жаркий Новый год» и «Сказка из сундучка». 4 января начнутся веселые познавательные программы, среди них «В Новый год с хорошими делами». Детей от 6 лет будут ждать в культурном центре Лира, который находится в поселке Су-62. В свою очередь, Центр национальных культур откроет творческую мастерскую. Там 5 января юные нефтьюганцы смогут создать подарок к Рождеству. А на следующий день в ЦНК стартуют игры и эстафеты. Рождественское представление пройдет, как обычно, в культурном центре ОПЬ начало в 11 дня. Нефтьюганцы, которые предпочитают провести каникулы спортивные на свежем воздухе, могут посетить катки. Кстати, на стадионе «Нефтяник» пройдет день массового катания. Всем гостям коньки предоставляются бесплатно, но учтите, их количество ограничено. Начнется городской праздник в 13.00 3 января. Перед рабочими буднями необходимо собраться с мыслями. Здесь поможет городской турнир по быстрым шашкам. Состоится он 8 января в половине 11 в «Жемчужине» Югры. Подробную информацию вы можете узнать по телефону, который вы видите на экране. В городе продолжается предновогодняя суета. Нефтьюганцы покупают подарки, продукты для праздничного стола, спешат закончить важные дела, чтобы начать следующий год с чистого листа. И, конечно же, поздравляют друг друга. Хочу поздравить Дедушку Мороза с Новым Годом, чтобы у него было здоровье хорошее такое, чтобы он всегда улыбался. Потому что ему же тяжело, он подарки нам приносит. Правильно? Правильно. Все. И Снегурочку, чтобы помогала ему. Все. С Новым Годом. Всех своих родственников, знакомых, близких. Ну и город наш. Чего бы хотели пожелать? Ой, ну счастья, здоровья, успехов в работе, в труде. Мама и папа. Поздравляю. Поздравляем их. С Новым. С Новым Годом. А чего бы хотела пожелать своим родителям? Счастья, здоровья. Свою жену, своих детей. Я вас люблю, обожаю. С наступающим Новым Годом. Здоровья, любви и всего самое лучшее. Не с год их останется, пускай позади. Я хочу поздравить с Новым Годом своих родственников. Это мои дети, это мой муж, это моя сестра. Самое главное, хочу поздравить свою мамочку. У нее в Новый Год и еще и день рождения. Маму, я желаю тебе здоровья, большого, огромного счастья. Всех, кто в Невчуганске живет. Всех, всех, всех. А что пожелаем? Ну, счастья и богатства. Весь российский народ пожелать здоровья всем, мирного неба над головой и всех благ. На этом все. Следующий выпуск новостей выйдет уже в следующем 2017 году. Спасибо, что были с нами все это время и узнавали новости на главном городском. Коллектив ТРК «Юганск» поздравляет вас с наступающими праздниками и желает всего самого наилучшего. С Новым Годом!